И в то же время, в то же время, три лица имеют свое выражение. Помните строчку Бородинского? Лицами общим выражением. Имеют свою тональность. Это три личности. Вот это гениально. Да, но это Троица, это Троица, это очень высокая, это трансцендентная, это занебесная. А у нас на Земле? Что у нас на Земле? Вот берем 14 лет на Руси. Страшное время было у нас тогда. Потом, более двух веков, страна находилась по татарам-монгольским иглом. Вот Лев Николаевич Гумилев, он считал, что это был период положительный для русской истории. У него интересные аргументы. Но я с этим не могу все-таки согласиться. Все-таки мы были несвободны. Конечно, со стороны Орды имели место и жестокость, но имела место определенная толерантность. Нельзя считать, что Орда это что-то такое совершенно темное, дикое. Там были очень просвещенные люди. Очень просвещенные люди. С Ордой был связан и буддизм, и ислам, очень высокие конфессии. Правильно, да. Но тем не менее, мы были под пятой захватчика. И освобождение нашему мешала разрозненность Руси. Русь была распалена на... Как княжество. Между княжествами шла междоусобная война, расприя. Вот помните знаменитая икона, где изображается столкновение новгородцев и суздальцев. Русские проливают кровь друг в друга. Ну, это очень плохо. И вот Сергей Радоничский, когда он вдохновлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву, вот он имел в виду образ Святой Троицы. И он собирал Святую Русь воедино. По образу Святой Троицы. Об этом прекрасно пишет Епифания Премудрой в своем житии Сергея Радоничского. Я хочу сказать, что вроде бы у нас на земле пребладает начало какое? Начало дробления. Начало ведущая конфликта. Начало хаосогенное. И вот Сергей Радоничский создал задачу собрать Русь по знакам Святой Троицы. Святая Троица должна нам передать энергию соединения, энергию согласия, энергию гармонии. Это как бы первая часть русской идеи. Первая часть русской идеи. И вообще Сергей Радоничский очень много сделал для того, чтобы эту задачу осуществить. Ведь Троица не разделенная, не слиянная. Вот давайте я с вами буду все время одному думать. Итак, Сергей Радоничский впервые, впервые в истории Отечества считает возможным следовать Святой Троице уже здесь на земле. Понимаете меня, да? Быть зеркалом Святой Троицы. Разве это возможно? Зеркало-то у нас какое-то кривое, ущербное зеркало. Можно, сказал Сергей Радоничский. И нужно стремиться воспроизводить гармонию Святой Троицы здесь на земле. Гармония. Святая Троица это гармония трех ипостасей. Гармония через любовь. Благодаря любви. Гармония в любви. Давайте сейчас это осмыслим на разных уровнях. Может ли быть семья зеркало Святой Троицы? Да, конечно. Пусть. Должны ли быть супруги совершенно похожи друг на друга? Не обязательно. Это могут быть контрастные характеры. Даже интересно получается. Пускай в семье будет разнообразие личности. А ведь часто бывает так, что муж хочет, чтобы жена была похожа на него. Или жена хочет починить себя мужа. Вот у нас живет дух нетерпимости. Мы хотим, чтобы все были как мы. Мы желаем не раздельности, но мы не хотим не слиянности. Бывают гармоничные семьи? Бывают. И это, как наслаждает Троица. Коллективы. На этом уровне. Возможно, это диалектика? Возможно. Разные люди. Вот я учитель, я педагог. Как я подхожу к своим ученикам? Я могу у всех по одной ноге ребенка стричь. Это удобно. Это удобно. Невелер. Все послушные. Всех я взял под себя. Это мои двойники. Это мои клоны, в черт подери. Так я скажу прямо. Ведь клонирование бывает не только биологическое. Клонирование бывает духовное. И оно преступное, я считаю. Советская школа наклонировала детей. Были стандарты. И сами четыреа были стандартные. Была нераздельность. Но мертвая нераздельность. Безнеслиянность. Я знаю, что были коллективы. Вот скажем, научные коллективы. Но возьмите коллектив великих физиков 20 века. Это был коллектив. Это была одна семья. Не важно, что кто-то работал в Дании, кто-то в Англии, кто-то в США. Эйнштейн, Борг, Гейсенберг, Паули. Боже мой, какие яркие личности. Они вместе создавали новые партины мира. Они были нераздельны, но не слиянны. Между ними были дискуссии. Но дискуссии творческие. Дискуссии полные диетического духа. Возьмем другой уровень. Семья, коллектив. Возьмем страну в целом. Когда Сергей Раджевский стал собирать Святую Русь, было понятно, что в нашу страну войдут конфессии нехристианские. Пожалуйста, у нас очень много мусульман. Уже тогда стали мусульманы вливаться в братство наших народов российских. Но Иван Грослев присидел Казань, присоединил Астрахань. Уже Россия стала мусульманским государством. А потом буддисты вошли в наш союз. Правильно, да? И калмыкии, и тувинцы, и буряты. Видите, когда Россия была страной удачливой, такие моменты были, да? Ведь она, она при стеревении раздельности позволяла неслиянно существовать разным культурам. Конфессии входили в состав России неслиянно. Никто не требовал обращения мусульманина в христианство, или буддиста в христианство, или иудаиста в христианство. Вы понимаете, как это здорово? А ведь в Советском Союзе начал работать негидирующий механизм. Почему украинцы нас обижают, что мы зажимали украинский язык? Почему прибалты были недовольны тем, что мы купируем их национальную культуру? Так вот, этот тонкий баланс между неразделенностью и неслиянностью. Вот быть вместе, но не давить друг на друга. Понимаете, да? Как этого добиться? Это очень трудно. Сергей Наражевский это и хотел сделать. Вот если вы ставите линию политическую, то что здесь получается? Москва. Вот он вообще помог Москве собрать Русь. Я не буду сейчас говорить про Ногород, это отдельная тема. Когда-нибудь специально такую лекцию я вам прочитаю. Вот Москва и Ногород. Это страшная альтернатива нашей истории. Скажу корядко. Сергей Наражевский дал нам установку следовать Святой Троице, соблюдая баланс с момента неразделенности и неслиянности. Вот это элитическое установление. Москва не смогла это сделать. Москва гнула в линию нераздельности. Москва была нетерпима к итакомыслию, к разнообразию экономических укладов. В Москве восторжествовал тоталитарный дух. Это мертвая нераздельность. Нераздельность, которая ведет к летальному исходу для государства. Так вот, трагедия Советского Союза заключается в том, что русская идея в ее формулировке Сергеем Наражевским не была осуществлена. Хорошо. Еще вернемся к социальному аспекту. Как же эту задачу реализовывать? Как сдать эту церковь Святой Троице? Сергей Наражевский об этом думает. Монастырь. Начнем с этого. Что такое монастырь? Это содружество людей. Прежде всего спасающихся от антропии нашего мира. Но в то же время это люди, которые не только молятся, но они ведут хозяйство. Правильно? Да. Ну смотрите, каким хозяйством был Соловейский монастырь. Это вообще была, как сказать, опытная площадка экономики, которая эволюционирует. И монастыри все лучшее всегда первыми усваивали в плане экономики, в плане производства и так далее. Короче говоря, это братство людей. Так вот, пускай в монастырь и будет церковь Святой Троицы. На 4-м с монастыря. Хорошо. Монастырь. Как писала Алексея Соловьева, сестра Владимира Сергеевича Соловьева. И дни проходят как монахи под мерный угол колоколов. И дни проходят как монахи под мерный угол колоколов. То есть в ее глазах монахи это что-то однообразное. Все одинаковые, все, так сказать, на один манер. Да, есть монастыри. И были такие монастыри. Особенно они характерны для линии Иосифа Володского. Очень сложный был человек. Но человек, который как раз вот эту московскую линию сделал как бы легитимной. Это же второе поколение после Сергея Радвичского. Но вот именно Иосиф Володский, это авторитарное начало, как бы, обеспечил колоссовской апологетикой. Его монастыри, да, там как казарма. Абсолютное послушание монахов игумену, жесткая дисциплина. Казарма, в самом деле же казарма. Видите, ведь в первых монастырях его пахомия великого. Вообще, игумен не отличался от братьев. В Троице нет иерархии. Нет собранной нации, значит, и монастырия не должна быть. Все братьев, все одинаковые. А вы знаете, какая сейчас иерархия, да? Кое-где бывает в этом мире церкви. Может, я не судья, но это не соответствует идеалам раннего христианства. Никак не соответствует. Хорошо. Так Сергей Дранжевский понял прекрасно, что это очень опасная линия, вот такая обезличивающая псевдогармония. Сергей Дранжевский, будучи сторонником Кеновии, будучи сторонником именно общежития монашеского, в то же время был Истихаст. Кеновит – это сторонник Кеновии. Истихаст – это монах, практикующий безмолвничество, практикующий так называемое мное делание. Я хочу напомнить, что есть три формы монашеской жизни. Это анхоретство, когда монахи живут абсолютно особняком. Вторая форма – это скидская жизнь, так называемая идиоритма. Вот Нил Сорский, он принес в Россию скидскую организацию. И третья – Кеновия. Существуют соответствующие уставы для каждой формы монашеского. Сама Кеновия, она тоже имеет разные варианты. Имеется различные уставы. Есть устав Василия Великого, есть устав Феодора Студита. Сергей Дранжевский очень из уставы хорошо знал, и он брал все лучшее от них, хотя на Феодора Студита он ориентировался больше. Сергей Дранжевский выбрал Кеновию. Он сказал, что Кеновия наиболее соответствует задачи – стать Зерконом Святой Троицей. В одиночку трудно быть Зерконом Святой Троицы. Понимаете, в чем дело? Да, конечно, я Зеркала Святой Троицы сам по себе, но Бог-то в трех листах существует, и лучше как-то вместе нам спасаться, вместе подражать Богу, раскрывать свое богоподобие не индивидуалистически, а соборно. И Кеновия здесь наиболее подходящая форма, оптимальная форма. Но членами Кеновии должны быть личности. И вот здесь, здесь снова звучит исихазская тема. Дело в том, что исихазм, исихазм, вот он принципиально персоналистичен. Мы можем взаимодействовать с собором друг с другом во время литургии, это же прекрасно, когда мы вместе молимся. Но к Богу мы выходим один на один. Это гениально. Персоналистический опыт исихазма, он как бы отсекает все, что связано с дурным коллективизмом, все, что связано с обезличиванием. Выйти к Богу может только личность. Тет-а-тет. Понимаете, да? И вот Сергей Раджерский стал в Кеновиях развивать исихазм. Это было великое решение. Почему? Традиционно считается, что исихазм, это он делал одиночек. Что исихазм, для того, чтобы быть исихазмом, нужно вообще бежать далеко-далеко от мира и никаких соприказаний всем не иметь. Сергей Раджерский, который традиционный переломил, и вот монахи, которые были в руках него, они были нераздельны, как иновиты и не слиянны, как исихазм. Это великое открытие Сергея Раджерского. Хорошо. Сергей Раджерский основал свою лавру, Троицкую лавру, в честь Святой Троицы. И основал еще несколько лавров лично, сам. Но и его ученики. И его ученики. Они хотели эту идею рассеять по всей стране. И они двинулись на север. Почему? Я сейчас объясню. Запад. Запад. Тогда ведь знаете, какие границы были у России. Как-то вспоминалось, как-то еще надо было закрепить за собой. Правильно, да? Вот. Там начиналась Европа. Ливонский орден, Тевтонский орден. Юг. Это Скифия. Но уже Скифия, конечно, не та, которая была в начальные годы существования русского государства. А восток, восток, он это орда. Вот был коридор на север. Так считал Ключевский. Что вот север Ливаидова Скифия возникла потому, что не было другого направления для экспансии дейсердеральницкого. С этим надо согласиться. Но к этому надо говорить еще и то, что север давал возможность для уединения. Как от Горецкого, так и монастырского. Огромные просторы. Очень малолюдные просторы. Хотя север уже был колонизован. Он колонизован прежде всего новгородцами. Вообще, север оказался как-то благодатным для монашеского подвига. И вот возникло понятие северных Ливаида. Оно возникло поздно. Но вот наше северное Ливаида оно стало возникать когда? Вот сразу после кончины Сергея Радонежского. Даже при нем еще Кирилл Делозерский ушел. А после кончины Сергея Радонежского этот процесс пошел бурно. Его племянник Федор Ростовский стал епископом в Ростове. И через Ростов подшли эти волны на русский север. Ростов-Великий – это врата северных Ливаиды. Хорошо. И вот этот опыт стал разознаняться на русском севере. И что же мы здесь имеем? Ну, возьмем монастырь Кирилл Делозерский. Славный монастырь. Кирилл Делозерский – это, знаете, самый любимый ученик Сергея Радонежского. Вот монастырь. Да, настоящее братство. И в то же время в монастыре каждый монах – это личность. Вы знаете, вот эту гармонию было очень трудно удержать. Очень трудно. В Троицкой Лавре очень скоро эта гармония распалась. А север ее удерживал. Но тоже с какими-то потерями, с какими-то издержками. Вот дальше северные монастыри в лучшие свои моменты были действительно зеркалами Святой Троицы. Были так. Люди там жили нераздельно, не слиянно. Но это монахи. Это монахи. Мы прекрасно понимаем, что есть мир, мирская жизнь. Так вот, что было на Русском Севере? Наши крестьяне любили монастыри. Мужики наши туда шли. Не как послушники, не как трудники. Нет. Просто хотелось им там поработать, подышать монастырским воздухом. И что такое монастырь? Это небо на земле. Монастыри – это маленькие кусочки земли, как бы отторгнутые от всего мирского, от всего антропийного, от всего хаосогенного. Монастырь моделирует атмосферу вечности. Здесь, в условиях времени, в условиях темпоральности. Благодатно будет в монастыре. Я обожаю бывать в монастырях. Туда и большие приходят помогают, учатся уму-разуму. А знаете, самое главное, он напитывается духом. Вот это высшая учеба. Когда не нужно информацию считывать в битах, а когда эта информация в сердце входит и что-то в тебе перестраивает, преображает. Потом он возвращается в свою деревню. Это деревня. Монахи, они же ведь обед безбрачий выдерживают. А здесь есть жена, есть дети, есть заботы, связанные со скотом. Хотя и в монастырях такие заботы были, но неважно. Это светская жизнь. Это жизнь, как говорится, мирская. И тем не менее, тем не менее, опыт монастыря переносится в мирскую жизнь. Какой опыт? Возникает северная община. В северной общине люди все вместе. Я люблю русский север за этот дух братства. И сегодня это сохранилось. Вот я приехал в Бережную Дуброву, это мое любимое место, на реке Онега. Идет ко мне старушка, спрашивали, зачем я сюда приехал. Говорю, вот так посмотрите. Вы жите здесь, добра наберетесь. Прекрасные слова, добра наберетесь. А добра, это что такое? Это любовь, прежде всего. Это взаимность, прежде всего. Так вот, люди на русском севере были друг к другу открыты. Они были щедры. Они умели жертвовать. Они были милосердны. Они воплощали идеалы евангельской любви. Община была нераздельным целым. Но в северной общине каждый ее член был личностью. В северной общине. Чего нельзя сказать про общину среднерусскую. Среднерусская община была похожа на казарменный монастырь. Человек был угнетен. Человек был обезличен. Человек был нивелирован. Человек был скотиной. Извините меня за выражение. Рабом. Почему крепостное право так легко легло на русскую почту? Почему наш народ не запрыкнулся и не сбросил это иго и терпел его так долго? Вот эта община она приучала на безличном существовании. А русский север сохраняющий дух новородской вольности уже и после падения Новгорода вот он не стал крепостного права и он бы его никогда не допустил. Еще проявлялась неслиянность в северной общине. Прежде всего в индивидуальности людей. мы знаем что здесь были записаны на русские былины. А то время полагалось что былины исполняются как бы автоматически и что личность певца не имеет никакого значения. Но когда ученые внимательно смотрелись в тексты былины они поняли что дело как раз обстоит абсолютно противоположном противоположном абсолютно обратно. Каждый исполнитель это личность. Каждый исполнитель это индивидуальный художник. А возьмите наши храмы северно-деревянные как нам проявляется единственное начало это бесспорно. Ну ладно это искусство это такая сфера высокая а возьмем простую жизнь. Северное общино допускало частную собственность. Вот я сейчас сказал что очень важно может быть самое важное что Россия должна услышать. Община но частная собственность. Это значит что в северной общине проверялись интересы целого и интерес индивида. Гармония целого частей. Северная община была азиаком сутра троицы но на другом уровне чем монастырь. Совсем другая плоскость но дух то же самое. мы не раздельны но дайте мне свою корову дайте мне свою землю да мы вместе построим дом когда у тебя дом сгорит это называется работа как вы знаете да вот всемиром мы идем помогать друг другу да а мы будем как делать посев тебе запажем поле завтра ему вместе это быстрее это продуктивнее это оптимальнее у нас есть согласие не будем каждый горячийся по отдельности вместе да но то что ты получишь на этой земле это твое вот она гениальная гармония неразельного слиянова и эта гармония сложилась под влиянием монастырей и особенно эта гармония характерна для деревень которые ну как бы на монастырских землях развивались вот вы знаете что монастыри владели деревнями но это не знаете что это было крепостное владение это был симбиомус это была синергия христианского хозяйства монастыря там не было обиженных я не хочу идеализировать конечно сами понимаете ничего идеального не бывает на земле и здесь тоже здесь тоже имелись тени конечно это известно но в общем-то в целом если взять в целом если обобщить то это прекраснейший опыт который так позарь нам нужен сегодня короче говоря скажем прямо задание Сергея Раджерского мы не выполнили вот она русская идея вот я скажу кратко и четко русская идея заключается в том чтобы стать святой троицы чтобы жить нераздельно не слиянно на всех уровнях чеческого существования замечать что Николай Константинович Рерих который очень сложно имел отношение с христианством но был поклонником Сергия Раджерского и служил всю жизнь Сергия Раджерскому вот он эту идею Сергия Раджерского распространял на мир и я тоже здесь внес свою лепту я говорю так идея Сергия Раджерского это русская идея но русская это вселенская весь земной шар должен жить по образу святой троицы все страны все культуры должны жить нераздельно но и не слиянно русская идея это не националистическая идея национальная но в то же время вселенская вот это очень важно понять и очень важно почувствовать сегодня мы очень далеки того чтобы сказать мы следуем Сергию Раджерскому мы не следуем вот я уже с горестью отметил что Москва гнула линию нераздельности это антидилектично диалектика диалектика это равновесие противоположность диалектика это баланс вот я сейчас готовлю доклад о великой нашей русской философе писателе Иване Ефремове его роман лезвие плитвое вот лезвие это и есть диалектика лезвие предельно тонко вот этот неуловимо тонкий баланс противоположности русская идея это лезвие бритвы обязательно можно использовать это и нужно эту метафору использовать в нашем контексте что получается Россия все время клонила в сторону нераздельности это Москва за это отвечает но ведь я не хочу Москву судить почему это произошло Россия жила в сложных условиях Россия была открыта на восток но и запада и на нее часто нападали я не хочу оправдывать тоталитарный строй я не хочу оправдывать автократию был Новгород совсем другой дух другая структура чем московская структура республика парламент вечер так или иначе мы хребнули вот так этой нераздельности большевизм он является прямым наследником царизма особой разницы нет между империей которая была до 17-го года и тем что мы имеем после 17-го года ну так конечно изменился антураж но все осталось одна и та же Россия была имперским государством и эта империя держалась на нераздельности момент несмотря на себя конечно приступ лучшие моменты русской истории это несомненно так но приводила нераздельность не было баланса и вот в результате этого что получилось распад СССР что такое нераздельность это гомогенность это однородность полное одномыслие или единомыслие один экономический уклад нет информации нет разнообразия а когда нет разнообразия то структура получается неустойчивой не твердой не прочной она легко рассыпается грандиозно было образование СССР колоссами на ногах ну ну и все я распался как легко распался сегодня нас качнул в другую сторону сегодня в нашей стране много несли яности это связано с тем что мы сейчас приобщаемся к опыту капитализма капитализм это замечательная формация социальная прекрасная тем что капитализм раскрыл личность вот все таки надо отдать должное капитализму хотя бы за то что он сказал главное это личность а не государство ну правда это правда понимаете да мальчики которые гибнут в Чечне каждая жизнь чеческая дороже интереса государства это капитализм а мы привыкли в советские времена как относиться к чеку пушечное мясо так оно и осталось вот капитализм силен своей философии индивидуализма но и здесь должна быть мера и здесь должна быть мера да все таки для капитализма характерна атомизированность общества что такое атомизированность каждый тянет отдел на себя между людьми все таки имеет место отчуждения атмосфера отчуждения культ личного персонального обогащения вот у себя богатство сосредоточить и очень конечно неохотно там делиться этим богатством с другими хотя я замечу что в капиталистическом обществе идет процесс социализации это очень яркий красивый процесс там управляется этот крест у нас до этого страшно далеко мы живем в эпоху жуткой несоединенности кошмарной несоединенности в эпоху эгоизма равнодушия людей друг к другу сострадание сочувствие все это идет на убыль это катастрофа я хочу сказать что вот эти две крайности нераздельность и несоединенность в равной степени губительная нераздельность она ведет к смерти погибели государства несоединенность она тоже ведет к смерти к погибели удастся ли нам найти золотую середину удастся ли нам вывести страну на лезвие бритвы не только страну и мир понимаете это проблема глобальная это проблема вселенская мне кажется что если мы этого не сделаем то мы просто погибнем погибнем и в масштабе страны и масштабе планет поэтому опыт Сергея Радонежского это опыт обращенный ко всему чечеству я заканчиваю свою лекцию хочу сказать о том что русский север дал нам пример того как этот идеал можно осуществить конкретно реально практически в этом плане русский север уникален уникален так я чувствую что об этом мы еще очень мало знаем то что я говорю наверное Петрозаводский звучит в первый раз насколько это важно я вот так думаю а что важнее того что я сегодня вам говорил мы плохо знаем самих себя плохо знаем свою историю вот поэтому мы открыли наш университет который пока еще очень в смысле количественность количественного момента слабоват но это начало правильно да начало ну вот дорогие друзья то что я вам хотел сказать еще раз обращаю ваше внимание на то что вот я все-таки хочу это вам показать сервия Ваида вот явление троицы Александру Сирскому сопоставьте вас с этим изводом Андрея Рублева как я рад что вот в моих книгах отражена иконография Святой Троицы я уже не говорю что я в общем-то очень много сделал для того чтобы пославить Святую Троицу дай мне вот с надежным названием книжечку вот возьмите книжечку де профундис здесь есть раздел северного Ваида венок санатов о Павле обновском так вообще у меня масса написанных стихов про Святую Троицу я хочу вот из книжки Троица все-таки вам немножко прочесть прочесть Сергий Радонежский ну давайте я вначале вам прочитаю стихи о нем стихи я вот лет когда читаю стихи это здесь вообще пока не читал по-моему сейчас я найду секундочку может у меня все равно вы видите вы знаете Радонеж где Сергий родился Сергий родился в Ростове Великом в Армецах в Армецах да детство прошло в Радонеже там установлен прекрасный памятник работы покойного Клыкова Сергия Радонежского вы его помните вот там то произошло явление старца старца который запечатлел художник Нестор помните ведение отрока святого отрока Варфоломея Варфоломея это мирское имя Сергия Радонежского вот здесь там Арайфадер взнул изобразить это явление старца который наставил юного Варфоломея на путь ведущий его к Троице вот я как раз сейчас вам прочитаю стихи которые связаны с Радонежем Радонеж там прекрасный пейзаж с Петонестором река Пажа называется которая там течет Пажа в гармонии тончайшего пейзажа низ реком и чувств и шуют владычет здесь медлительная пажа долей струи зыбки текут в них глядя от восторга помлею что проявила тихая вода всего двенадцать лет варфоломею так назван он отнюдь не навсегда пройдут года и преподобный Сергий нам скажет время строить собирать над Радонежем ауру дальние огни до Сенегория далеко отсюда но нас влечет к скалистым берегам ах что прекрасней явленного чуда над синей гладью звонится и храм раскройся заповеданная выдой прозрачность пажей юноша глядит вот север ставший русской фиваидой а вот Нева одетая в гранит и Сергеева пустынь возле моря а дальше Валаам и Соловки на первообраз поле не кувторя гляжу сквозь толщу липовые доски и за сердца и то что речка эта давным-давно увидела впервой в потоках неглаголемого света стоит мальчишка с русой головой я проверяю качество левкаса я темперу с очанием растер сойди с иконы и все я не спаса преобрази лиризмом наш простор нам хватит и печали и остуды когда мы станем чище и светлей вот Нестеров уходит на ютюды является ему Варфоломей еще вот я прочитаю вам еще два стихотворения Свирь это как раз явление Александра Свирскому пускай мне сегодня приснится твой скит где белый волхвующий ночью шатровая церковь прозрачно сквозит и вечность ты видишь воочию оттуда ли этот серебряный свет среди небывалых сияний струение времени сходит на нет мгновение все несказание всю душу раскрои сознание расширь что в дивных лучах благодати и ладугу разуму видеть и свирь и плесы родимое аяте что воздух сегодня чистейший кристалл а озеро сглубью сапфирный как некая линза ты в нею видал мерцание выси примирный все ярче они и таинственных сил все явственней верная мета как если б ты кельи свою щитил на катах поморского света не верь глазам но тройной орел к тебе подступает вплотную кто в облике ангелов долу сошел их трое и ты одесную такое единожды зрел Авраам и более никто но отныне ты тоже свидетель к небесным вратам допущен ты был благостыне летого сретенья свыше ведом сюда ты пришел с Влаама став зеркалом троицы в деле любом светлая чиста амальгама над Рощинским озером вешняя звень а что тут столетия течения все ангельских крыл ощущается сень и все не уходит свечение вот еще хочу вам прочесть одно стихотворение я говорю вам что было два явления святой троицы в образе ангелов но на русском севере было еще одно явление святой троицы которое мало кому известно вообще это впервые я его популяризую это Печенка это Кольский полуостров там был монастырь основанный Трифоном Печенским он причувствовал свою кончину собрал братья и сказал что братью так оно и случилось пришли Норвегия уничтожили монастырь убили всех монахов и вот над озером рядом с которым был монастырь появились три лебедя три лебедя в святом круге конечно это была тоже манифестация святой троицы это была великая трагедия нашей северной гаваиды и вот как это я описываю по житию Трифона Печенского мало кто знает этого святого вся в пламени высокая града но к церкви лишь подступит загонь и вмиг отпрянет сатане досада языч нечисты нечистом нечистом Среди разнообразных теофаний Особенно я эту полюбил Три лебедя и горечих стенаний Три лебедя и множество могил Но надо ли страшиться их сиянье Мне каждый инок печенский, как брат На фоне полуночного сиянье В морозном небе лебеди парят Я выплакался, хватит скорбных вздохов Я славлю восхождение и подъем Куда как ярче трепетных сполохов Небесный круг Что просквозило в нем? Уже ли вечность? Будто смотровое В нее сейчас распахнуто окно Все говорит о мире и покое Нам в Троице найти себя дано Вот еще было такое явление Троицы на русском севере Как видите, наш север любим Богом Опекаем Богом И мы эту благодать должны чувствовать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!